Как известно, все новое – это хорошо забытое старое. Но всем нам смысл немного брюзжать по поводу времени, в которое живем, зато относиться к далекому прошлому со священным трепетом. Мы часто констатируем какие-то явления и говорим, что вот, мол, в былые времена такого точно не было, и люди тогда были совсем другими. Надо сказать, это очень спорная мысль. Ну вот, например, новомодный хайп, циничный поиск скандала. Вы, наверное, думаете, что это новые веяния. Как бы не так. В английских словарях слово хайп поселилось еще в 1951 году. Само его происхождение относится либо к сокращению от слова хайпербола, то есть гипербола, по другой версии оно происходит от хайпер, то есть сверх. Впрочем, само понятие хайп тогда, пожалуй, трактовалось чуть уже, чем сегодня. И оно означало небольшой сектор агрессивной рекламы, навязчивого формирующего предпочтения потребителя. Такой подход к рекламе начался после Второй мировой войны, поскольку любая война в истории человечества в качестве побочного эффекта всегда резко подталкивает научно-технический прогресс, последнее спровоцировало мощный рывок развития средств массовой информации, радио и телевидения. И если раньше основной задачей любой рекламы было простое сообщение о существовании товара и его свойствах, то вот в новую эпоху усилившихся информационных потоков и активной конкуренции, внезапно стало понятно, что через рекламу можно запросто управлять предпочтениями публики. Людей нужно стимулировать. И не столь важен сам товар, сколько то, как именно ты его продаешь. Ну, собственно говоря, только такой подход к рекламе теперь мы с вами и наблюдаем массово, просто мы к этому привыкли. Однако, как и сейчас, так и тогда, подобный подход трудно было назвать новым. В частном порядке люди уже не раз, что называется, пробивали дно, как мы бы сегодня сказали, в поисках возможности словить невиданный хайп. Причем в такой форме, на которой вот наши с вами современники как раз вряд ли бы решились. Это к вопросу трепетности, с которой мы относимся к прошлому. Первый в истории случай умопомрачительного хайпа произошел не больше, не меньше 156 лет тому назад. О нем я и расскажу в своей кофе-сторе, хотя правильно сегодня ее было бы назвать какао-сторе. В 1815 году голландец Каспарус Ван Хаутен, в русской версии его фамилия звучит как Ван Гутен, в Амстердаме открыл шоколадную фабрику, превращавшую какао-бобы в порошок. Ну, делает нехитрое, мельницы до сих пор являются нашей главной ассоциацией с пейзажами Голландии. Однако Каспарусу удалось открыть и запатентовать недорогой метод отжима жира из жареных какао-бобов. Бизнес шел в гору, и со временем на смену отцу в семейное дело пришел его сын Конрад Ван Гутен. Будучи по образованию химиком, он внес, надо сказать, мощнейший вклад в производство шоколада, потому что придумал, как избавиться от привкуса горечи и, кроме того, повысил растворимость какао-порошка в молоке. Но главным образом изобретение Конрада позволили смешивать полученный порошок с сахаром, а затем повторно замешивать его с какао-маслом. И вот так впервые получился некий твердый экстракт, максимально напоминающий современную шоколадную плитку. Это было настоящим прорывом. Но тут, как назло, истек срок действия патента отца, что мгновенно позволило и другим предпринимателям начать успешно экспериментировать над созданием новых видов шоколада и какао-напитков. Столь обидный для семейства Ван Гутена конкурентной борьбе, Конраду, конечно же, хотел содержать безоговорочную победу, и он обратил свое самое пристальное внимание на рекламу, решив отвоевать клиентуру самых популярных тогда напитков чая и кофе. Ван Гутен стал лично ездить с лекциями и беседами, доказывая на них потрясающую полезность какао. В аудиториях он выводил на доске множество химических формул, ну, химик же, и утверждал, что какао не только прекрасно на вкус, но и имеет лечебно-оздравительные свойства, улучшает зрение, увеличивает рост волос, укрепляет зубы. Один из рекламных лозунгов даже гласил, какао Ван Гутена нервы крепкие, как канаты. Места, куда Ван Гутен не мог доехать лично экспортируемый, товар снабжался поясняющими листовками. Но, увы, все вот это не приносило должного результата. Конрад, конечно, попробовал зайти из другого фланга и ударил, что называется, по-святому, начав позиционировать какао как лучший напиток для детей. Но это тоже не принесло своих результатов, потому что консервативные родители по-прежнему поили в своих чат привычными соками и чаями, а сами попивали кофе. Хоть тресни. И вот тут в семейное дело вступило уже третье поколение Ван Гутена, сын Конрада, которого назвали в честь деда Каспарус. Молодой человек, на сказать, держал нос по ветру и чутко реагировал на веяние времени в вопросах маркетинга. И надо отдать ему должное. Именно он придумает разместить рекламу шоколада в общественном транспорте по всей Европе и США. И даже на стыке веков, на самой заре кинематографа, именно Каспарус догадается снять небольшой коммерческий фильм, по сути, первый рекламный в мире ролик. А в этом самом фильме полубольной клерк каким-то чудесным образом становился здоровым и энергичным после того, как съедал кусочек шоколада именно компании Ван Гутена. Но вот все это очень прогрессивно и случится гораздо позже. Потому что свой самый первый, неординарный рекламный ход, позволивший компании мгновенно и далеко оторваться от других конкурентов, а также прославивший имя Каспаруса в качестве гениального маркетолога, он применил аж в 1865 году. 156 лет назад, в хмуром утром, на одной из площадей Амстердама собрались сотни людей. Посреди площади стоял небольшой деревянный шафот. Потому что смертельные казни, смертные казни, вернее, в те далекие священные времена, как вы помните, не только приветствовались, но и были публичными, отчасти являясь одним из городских развлечений. Преступнику накинули на шею веревку, и перед тем, как выбить из-под ног табуретку, выдержали традиционную паузу, чтобы дать возможность произнести последнее слово. Осужденный благодарно кивнул и выкрикнул в толпу «Пейте какао Ван Гутена!» А затем отправился в мир иной. А? Каково? Амстердам был шокирован. В литературных салонах и на званых вечерах тема не теряла своей актуальности долгие месяцы. А местные газеты бесконечно подсчитывали деньги, которые Ван Гутен заплатил несчастному. Компания и впрямь щедро расплатилась, но не с самим преступником, а с его семьей. В этом и заключалась суть договора, который был подписан с осужденным в его камере накануне казни. Кто-то восхищался находчивостью Каспараса, но большинство, конечно же, назвали его чудовищем. Однако цель была достигнута. Продажи какао фирмы Ван Гутен резко взлетели вверх. Ведь слух об этой истории расползался по Европе все шире. Они писали ведущие газеты уже и во Франции, и в Германии, и в Великобритании. И благодаря такой широкой огласке. Тысячи людей захотели узнать, да что же это за чудо-напиток такой, о котором говорят даже за секунду до смерти. Надо бы попробовать. И спустя еще некоторое время история уже была достоянием всего мира. И это в доинтернетовскую эпоху. Надо понимать этот нюанс. Сенсационный сюжет на долгое время сделал название компании, что называется, именем нарицательным. Если речь шла о шоколаде или какао, то все вспоминали в первую очередь только фирму Ван Гутена. Даже в далекой России, спустя 50 лет после самого инцидента, в поэме дерзкого футуриста Владимира Маяковского «Облако в штанах» можно было обнаружить строчки. «Хорошо, когда в желтую кофту душа от осмотров укутана. Хорошо, когда брошенный в зубы шафоту крикнуть «Пейте какао, Ван Гутена!» Короче, что тут скажешь? Хайпанули, ребята, знатно! Как говорится, на века. Просто тогда это так не называлось. Термины были несколько другими. Но суть-то это не меняет. В общем, это я все к тому, что если при виде чего-то нового вам вдруг взгрустнется по-прошлому, не торопитесь вздыхать о времена, о нравы. Времена не выбирают, а люди, получается, не слишком-то и меняются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова